Задач перед городом стоит немало, отмечает Анатолий Пахомов. Это эксплуатация новой инфраструктуры, увеличение мест в детских садах, строительство дорог, газификация сел. Все это требует больших затрат. Доход же у города один – налоги. На сегодняшний день в бюджет Сочи поступило 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Основных доходных источников Сочи два – налог на доходы физических лиц и арендная плата. Те 100 тысяч рабочих, которые работали на олимпийских стройках, они уехали. И это значит, что налог на физических лиц с этих 100 тысяч, с высокой заработной платы, нами теперь не начисляется. Его нет просто. И то, что мы сегодня в сопоставимых ценах все-таки имеем, столько же, сколько в 2013 году, это здорово. Практически мы говорим о том, что те налоги, которые мы получали от строителей олимпийских, мы компенсировали за счет работников вновь построенных объектов. И это хорошо. Это здорово. В любом случае отмечает глава города курорту необходимые резервы. Основными резервами мы всегда считали – это задолженность по налогам, задолженность по арендной плате в большой сумме. Сегодня отдельное внимание уделяется краям в том числе так называемым местным налогам с физических лиц. Это налог на имущество физлиц, налог на землю физических лиц и транспортный налог с физических лиц. Вот у нас по ним объем начисления свыше 600 миллионов рублей. И сегодня есть задолженность. Всем соответствующим структурам, в том числе районным и поселковым администрациям, необходимо плотнее работать с населением, проводить разъяснительные беседы. Это наказ мэра. Важно довести до каждого сочинца, а вернее не плательщика, что городу для качественного предоставления всех необходимых услуг необходимы средства. Мы хотим, чтобы город развивался, и мы строили и газифицировали наши населенные пункты. И мы это тоже делаем. Но при этом наши жители должны тоже понимать о том, что, чтобы это делать, нужны деньги. А деньги – это налоги. И поэтому налоги надо платить. Кстати, в налоговом кодексе произошли изменения. В первую очередь они касаются сроков оплаты. Со следующего года вместо 1 ноября единый налог на землю, имущество и транспорт физическим лицам необходимо будет заплатить до 1 октября. Делается это с целью ускорения оплаты и возможности одновременно рассчитаться сразу по трем налогам. Злостные неплательщики в основном встречаются среди скрытых предпринимателей. Например, тех, кто свои объекты размещения выдает за обычные частные дома. Такие граждане, отмечает Анатолий Пахомов, живут за счет добросовестных налогоплательщиков. Время заплатить налоги и спать спокойно пока есть. В противном случае покой потревожат проверяющие и сумма с учетом пении штрафов будет больше.